У нас есть две новости. Первая ожидаемая, а вторая такой более сюрприз. Ожидаемая состоит в том, что ей наконец-то предъявили официальное обвинение в переходе границы России. То есть то, что изначально было операцией прикрытия для ее похитителей, сейчас стало обвинение против нее самой. Это статья 322 УК. Сегодня Следственный комитет подвел черту под этой историей. Да, она действительно обвиняется в переходе границы. То есть правильно ли я понимаю, что это не ее выкрали, привезли в Россию, а она сама туда пришла и была арестована уже как нелегальный эмигрант, так сказать? Версия следствия сводится к тому, что поскольку нет записи о том, что она легально переходила к границу России, и она как-то оказалась в России, значит она перешла ее сама. Если коротко, то вот так. Хорошо, а в чем неожиданность? Неожиданность в том, что они все-таки модифицировали свое обвинение. Если они раньше исходили из того, что Савченко должна была сама своими ногами прийти в поселок Металист и увидеть там живую работающую съемочную группу ВГДРК, и по телефону сообщить об этом командиру Айдару Милинчуку, то в модифицированном виде это выглядит так, что она залезла утром на вышку телефонной связи, на башню, и с высоты 150 метров в бинокль неустановленного образца увидела происходящее на блокпосту в поселке Металист расстояние 3,5 километра. После чего по системе связи неустановленной конструкции сообщила об их координатах тому же самому Милинчуку. То есть такой получается Надежда Супермен, который на расстоянии 3,5 километров, даже через мощный бинокль, способен все внимательно разглядеть. Так получается? Совершенно верно. Это было сделано для того, чтобы хоть как-то смягчить противоречия, которые у них уже вылезли к этому времени между их версией и теми фактами, которые мы установили. Мы совершенно определенно знаем, что в 10.44 Надежда уже была в центре Луганска, и чтобы хоть как-то замаскировать вот эти вот дырки, которые торчат из их версии, была придумана история с телевышкой. Ну хорошо. А скажите, пожалуйста, вы знакомы с интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором он подробно говорил о судьбе Савченко? Я знаком. Я не считаю, что он говорил подробно. Я считаю, что это была дымовая завеса, поскольку люди, которые обращались к нам за комментариями этой истории, все однозначно восприняли слова министра, как то, что Савченко будет включена в акт Госдумы об амнистии по случаю Дня Победы. Так вот это определенно не так. Все, что имел в виду Лавров, сводится к тому, что, возможно, когда-нибудь в будущем, после приговора суда, который обязательно состоится, Савченко будет включена в список людей, которым применяется амнистия по итогам Минских соглашений, но так это или нет, они решат потом. Поэтому к тому, что происходит сейчас и к позиции Следственного комитета, это все не имеет ни малейшего отношения. А что Вы можете сказать по поводу истории с письмом Надежды Савченко, в котором она подтверждает свое доверие к Вашей адвокатской команде? Почему вообще возникла необходимость в этом письме? Необходимость возникла постолька, поскольку начальник Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк накануне дал интервью, в котором он высказался в том смысле, что адвокаты Савченко, то есть мы, я, Марк Фейгин и Николай Полозов, заинтересованы в том, что как можно дольше тянуть это дело и реальности не делать ничего для того, чтобы Савченко освободить. И поскольку это официальные слова, официального лица, мы были вынуждены поставить перед надеждой вопрос о доверии. Она подтвердила, что доверяет нам, и мы можем работать дальше, исходя из этого. Ну хорошо, вот в связи с этим... И очень надеемся, что СБУ в дальнейшем будет сотрудничать с нами. Кстати, а что, оно сотрудничает или не сотрудничает? Мы не вполне довольны тем, в каком темпе это делается. Действительно, мы получаем документы от СБУ через нашего киевского коллегу Александра Полхотнюка, но все это тянется неделями, а, к сожалению, нам приходится реагировать очень оперативно. Потому что, например, когда возникл сюжет с тем, что Савченко якобы пытала священника, такой отец Владимир Морецкий, которого захватил в плен батальонный этаж 25 мая. Вот для того, чтобы обосновать документально то, что этот человек оболгал ее, то, что они никогда не встречались, нам потребовалось запросить документы от СБУ. И на то, чтобы их получить, у нас ушло, по-моему, недели три общей сложности. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы у нас было больше взаимопонимания, больше сотрудничества с следственной частью СБУ, чтобы все это происходило в каком-то оперативном ключе, не в таком растянутом по времени. Ну вот у меня к вам вопрос, Илья. Скажите, пожалуйста, я просто отталкиваюсь от того интервью, которое дал тот самый генерал Василий Вовк Украинскому средству массовой информации, аналитической службы новостей. Он в частности заявил, что в России адвокат не может работать против системы. Вот вы действительно не можете работать против системы? Илья, мы прекрасно работаем против системы. Я считаю, что тот статус, который сегодня имеет Савченко, ту поддержку, которую она имеет, она смогла получить во многом благодаря тому, что мы, адвокаты, обеспечивали связь между ней и украинцами. Мы можем посмотреть для сравнения на судьбу тех украинцев, которые преследуются в России примерно в том же ключе, что и Савченко, на Сенцова и его группу, на Сергея Литвинова и на прочих. И мы видим, что, будучи лишены вот такой нормальной, лояльной адвокатуры, будучи обслуживаемой только защитниками, которых представляло им следствие, они на сегодня мало кому известны и практически не пользуются той поддержкой, на которую могли бы рассчитывать, в общем, по тем же причинам, по которым и Савченко. С самого начала, когда мы трое взялись за дело с Савченко, мы понимали, что мы столкнемся с какими-то препятствиями, с какими-то попытками противодействовать нам, обязательно столкнемся с черным пиаром. Но на наши усилия это никак не влияет. Я не сказал бы, что был хоть один случай за все эти 10 месяцев, когда мы занимаемся этим делом, когда мы отказались бы от какого-то нашего плана, от какого-то хода в пользу надежды, только потому, что опасались бы какие-то последствия для себя лично. Это абсолютно точно не так. Евгений, а вы... Илья. Дело в том, что я, видимо, нахожусь в более мягком положении, чем мои коллеги Марка Фейгина и Николай Полозов. Мы все получаем угрозы, но это угрозы, которые мы не можем пока что рассматривать всерьез. Они подвергаются давлению, связанному с тем, что до этого они или дело пусть ирает. И это позволяет как таким нашим условным государственникам, так и нашим условным либералам кидать в них камни с разной стороны. Поскольку государственники говорят, что плохо, что они вообще их защищали. Либералы говорят, что они их плохо защищали, не так защищали. И, конечно, мы подвергаемся и критике, и просто откровенному поливанию грязью. Но эта часть профессии, в принципе, нам это не мешает. Нам в значительной степени помешало бы, если бы в случае с Надеждой органы следствия и тюремные органы работали так, как они работают, например, по Алексею Чернию. Это другой украинец, который защищал. Он на этой неделе получил приговор к 7 годам лишения свободы. И эти 7 лет были еще мягким наказанием в связи с тем, что он заключил сделку со следствием. Так вот, к Алексею Чернию ни адвоката, ни консула, имеется в виду адвоката независимого, приглашенного семьей, не пускали вплоть до конца следствия. Консул впервые виделся с ним через несколько месяцев после его ареста. Другой человек, Николай Карпюк, тоже из Украины, он не виделся с консулом в течение более чем года с момента его ареста. И я, адвокат, который пригласил его в семье, тоже не могу с ним сейчас пройти. Поскольку власти в тюремной системе, в которой он сейчас находится, говорят, что для этого нужно разрешение следствия. А у следствия невозможно получить. Ну, последний вопрос, последний вопрос, Илья, наверное... Если бы Надежду так изолировали, как их, мы не смогли бы ничего сделать. Последний вопрос, просто у нас кончается время связи. У вас нет ощущения, я понимаю, что этот вопрос трудный, может быть, неприятный, но у вас нет ощущения, что всё-таки обвинительный приговор по делу Надежды Савченко предрешён? Я абсолютно уверен, что он предрешён. И это никак не влияет на нашу работу, поскольку мы прекрасно понимаем, что освобождение Надежды – это вопрос не суда и не доказательств в суде, а это вопрос поддержки политического давления на руководство России. Мы сейчас работаем на то, чтобы обеспечить эту поддержку и обеспечить доказательную базу, информационную базу, прежде всего, тем политикам, которые пытаются это давление оказать. И слова министра Лаврова о том, что Надежда, возможно, будет освобождена по амнистии – это результат того, что Кремль ощущает это давление совершенно определённо.